Всем привет! Я Буцаленко Татьяна, мне 49 лет. Я приехала из города Ростов-на-Дону. В Горный Алтай приехать у меня мечта была в течение года. Я мечтала об этом. Вот моя мечта сбылась. Но пандемия заставила задуматься, что я умею. Помимо того, что у меня есть бизнес небольшой свой, кондитерский. И всё прекрасно, всё замечательно. Но ввиду пандемии пришлось много пересмотреть. И я в последнее время, июнь-июль, вот два месяца, я обучалась в школе по инновационному курсу психологии у Инны Тлеошиновой. Это методика мастера сборов. И столкнулась с тем, что мне не хватает, чтобы клиент, как сказать, немножко ментор его отключать. Задумалась о гипнозе. Каким-то чудом наткнулась на школу гипноза Копытова Михаила Александровича. И скажу, ребят, я нисколько не пожалела, что я сюда приехала. Знаете, здесь, как вот говорят про шампунь, у которой три в одном, здесь десять в одном. Во-первых, вы получите колоссальные знания. Вот за этот маленький промежуток времени, те знания, которые мы здесь приобрели, это дорогого стоит. Это даже, скажу, не стоит тех денег, которые мы отдали за эту поездку. Это гораздо больше. Это один момент, прежде всего, что очень хорошая даётся научная практическая база по гипнозу. Второй момент, это, конечно же, вот сам Горный Алтай, его природа, эта красота какая-то. Для меня я просто была щенячьим восторгом. Для меня это что-то неописуемо красивое, потому что природа у нас в Ростовской области очень бедна. А то обилие берёз, ели, кедры, пихты. Это озеро, это просто, конечно, вау. О, помимо этого, ещё, знаете, я за что благодарна этой поездке. У нас такой здоровский коллектив. У нас здесь такая кайфовая атмосфера. Ну, в общем, если кто хочет в 50 лет побывать в пионерском лагере, welcome на остров Камаин. И вот к ребятам присоединяйтесь. Вы не пожалеете, правда. Вот просто искренне говорю это от души. Всё здорово, всё замечательно. Минусов, ну, вы знаете, даже минусов при моём перфекционизме. Я не могу находить этих минусов здесь. Здесь настолько кайфово, я настолько расслабилась, я настолько погрузилась в процесс и рабочая. Я же говорю, вот что нравится, я ехала, переживала. А чем я тут заниматься буду? А как же я тут буду в этот туалет ходить, в деревянный какой-то домик, где-то на пригорке? Ну, здесь настолько релакс, здесь настолько всё кайфово, здесь такая классная атмосфера. Ребят, приезжайте, вы правда не пожалеете. Вы запомните эту поездку на всю жизнь. И в первую очередь, повторюсь, для тех, кому нужен гипноз, это в первую очередь, для тех, кто практикует, для психологов, для врачей. Здесь база даётся очень хорошая. И Михаил Александрович Копытов, он умеет преподавать. Он не только, вот знаете, как бывает, человек вроде умный, а преподать, отдать знания не умеет. А он умеет их отдать, эти знания. Всё понятно, всё доступно, всё просто и легко. Татьяна, а как досуг? Ой, я же повторюсь, что досуг, это вот просто, если кто хочет побывать в пионерском лагере, вы побываете. Эмоции, драйв, кайф. Устюжанин Александр проводит такие игры, которые я за всю свою жизнь, правда, не знала. Вчера у нас был романтический вечер. Такие интересные беседы. Мужчины с женщинами, батл. Мы смогли услышать из уст мужчин ответы на те вопросы, которые нас волнуют, женщин. А мужчины точно так же услышали ответы на свои вопросы, на те вопросы, которые бы они хотели узнать из первых уст. Очень интересные экскурсии. У нас была экскурсия на красивые места. Не буду, наверное, рассказывать. А то я сейчас расскажу, а ребятам потом будет неинтересно. Пусть приезжают, увидят всё, посмотрят своими глазами. Вечера приходят... Ну, а если одним словом сказать, вечера проходят так, что вы не вспоминаете ни про свои телефоны, ни про соцсети, ни про то, что вам нужно в Инстаграм заглянуть, как это вот бывает всегда. Здесь просто на это нет времени. Здесь настолько ты погружаешься, настолько атмосферно, уютно, кайфово. Как-то так. А как кормят? О, кормят как на убой. Если кто хочет похудеть, то это не сюда, ребят. Вы здесь не похудеете, честно скажу. Кормят очень вкусно, по-домашнему. И, ну, вот, я такая перебора. Для меня я не всё кушаю, а здесь я всё кушаю, мне всё нравится. Я с удовольствием кушаю перловку, в которую намешаны кабачки крупными кусочками, морковка, и мне это всё нравится. Творог очень вкусный, сыр домашний, местного производства. Не знаю, всё как-то так классно. Это выпечка Тонино домашняя, эти яблоки из сада. Вот сразу тут сорвал яблоко, и тут же его съел. Блин, мне всё нравится. Правда, я в полном восторге. Я даже не могу какую-нибудь там ложку дёгтя кинуть в эту бочку. Вроде бы как надо. А у меня даже нечего вот кинуть. Правда, от души. Очень-очень-очень буду теперь долго. И я ещё больше скажу. Мы уже с девочками и с мальчиками договорились, что через год мы именно этой же компанией приедем. Вы где-то на Байкале собираете ещё людей. Вот мы уже об этом договорились, что мы теперь этой же компанией хотим приехать к вам на Байкал. Потому что мы в вас влюбились и хотим теперь быть с вами. Так что я думаю, наша поездка не ограничится только этим годом. Я думаю, что мы будем дальше продолжать общаться. За это время, за этот короткий период мы очень сдружились. Коллектив такой подобрался. Все разные люди. Разные по возрасту, разные по менталитету и по своим взглядам. Ну как-то очень тепло. Какая-то есть такая единая между нами, между всеми. Ну вот как в семье. Люди же в семье все разные. А есть же что-то такое общее, что их всех объединяет, роднит. Вот мы как-то вот здесь все вместе как-то вот как породнились. Вот я даже могу такое громкое слово сказать. Это правда. Это здорово. Думаю, что хотя бы один раз в жизни стоит здесь побывать. Спасибо.